Всегда будьте с Аллахом! Аллах Азаваджаля говорит, «Так беги же к Аллаху!» Священный Куран говорит нам, «Когда что-то случается, когда случится беда, что вы будете делать? Куда вы побежите?» «Бегите к Аллаху Всемогущему и Великому! Ищите прибежище у Него!» Состояние мира сейчас таково, что все находятся в беде, и как будто этого мало шайтан и его последователи начали войну против всего человечества, против добра и зла из большой зависти. Они говорят, «Сейчас слишком много людей! Давайте очистим и уберем большинство из них!» Вот почему они начали войну против всех, мусульман и немусульман. Люди находятся в беде, потому что они отдалились от Аллаха Всемогущего. Они пребывают во всякого рода стрессах и депрессии. Но, несмотря на это, вместо хорошего они продолжают совершать только плохое. Не ждите добра от шайтана, ждите только зла. «Существуют еще люди-шайтаны, так они еще хуже!» Аллах Всемогущий говорит, «Они являются еще более заблудшими!» Эти люди еще более заблудшие и более безжалостные! Аллах открыл для них свою дверь милосердия, добра, дверь возможной помощи. Тот, кто обратился к Аллаху, одержит победу. А тот, кто этого не сделает, будет побежден. Мы должны быть Аллахом против этих нечестивых людей. Если вы не с Аллахом, у вас нет никаких шансов и надежды пойти против них и победить. Священный Куран говорит, «Победа приходит только от Аллаха». Победа всегда от Аллаха Всемогущего. Вы можете одержать победу над ними, только ища спасение у Аллаха и прося Его о помощи. Человек, который это делает, не бывает плохим. Тот, кто не ищет спасения у Аллаха, пребывает в трудностях и недовольствиях, каким бы хорошим он ни казался. Люди теряют надежду по этой причине. Терять надежду не подобает мусульманам. Неважно, насколько могущественный враг перед вами, он не имеет ни малейшей значимости наряду с Аллахом Всемогущим и Великим. Что Аллах желает, то и происходит. Даже один человек может одержать победу над ними с позволения Аллаха. Поэтому не теряйте надежды из-за болезни или еще из-за чего-то. Всегда обращайтесь к Аллаху и будьте с Аллахом. Помощь придет, и ваши проблемы уйдут. Вы будете жить в мире. Быть с Аллахом – это значит в первую очередь выполнять Его веления. И главный Его приказ – молиться. Поскольку трудно начать делать все сразу, тот, кто не молился, должен начинать постепенно, с двух ракатов, четырех ракатов и далее до пяти молитв каждый день. Тогда с позволения Аллаха все будет хорошо. Молитва – это самое большое оружие. Мауляна Шейх Назим да осветит Аллах его тайну, часто говорил, что без этого даже дуа не принимаются. Когда люди спросили Его о дуа, Он говорил, что дуа даже самого великого Аулия не принесет пользу тому, кто не молится. Нужно молиться по крайней мере два раката в день. Человек не должен оставлять молитву, он не должен забывать молиться. Пусть Всевышний дарует нам всем вкус к поклонению. Человек, у которого есть этот вкус, не испытывает такого удовольствия больше ни к чему, когда он молится. Пусть Всевышний поможет нам в амин Аллахе от Тауфик. Аль-Фатиха.